Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, уважаемые наши контрагенты, уважаемые медики. Сейчас на моем экране, на моего компьютера, открыт приказ 749-Н Минздрава Российской Федерации. Это настолько тупой, маразматический приказ, подписанный премьер-министром Мишустиным, что у меня просто нет слов. Я уже говорил в одном из своих видео о том, что создан этот приказ молодыми людьми, молодыми мальчиками после института, им по 25 лет, их трое. Они этот приказ написали, надергав все и вся, в том числе даже из моих личных, Бородина Виктора Николаевича, созданными документами. Есть такая фраза, я потом как-нибудь о ней расскажу и покажу ее. Я эту фразу написал и вот они, видимо, сперли эту фразу из тех документов, которые я писал в свое время. Положение лаборатории и так далее. Но не сейчас не об этом речь. Создан тупыми молодыми людьми, студенточками, студентами, которые вообще ничего не знают и не понимают в области реальной жизни и промышленной психологии в частности. И подписан он тремя старичками в Минздраве Российской Федерации, которые пролоббировали этот приказ у премьер-министра Мишустина. Он им это дело подмахнул. И теперь вся Россия живет по приказу 749-Н. Я хочу обратить в этом видео свое внимание на пункт номер 46 в этом приказе. Здесь приведен перечень методик при проведении психологических обследований и что он в себя включает. Понятно, измеряем артериальное давление, берем этот манометр нифига не точный электронный и замеряем у него, значит, у этого работника, который пришел на ПФО, на психологическое обследование в лабораторию или перед сменой. Это тоже касается и предсменного контроля. Соответственно, ладно, измеряем артериальное давление быстренько, ошибочно ее заносим куда-то в журнал, как это делают незнающие компьютеры фельдшера и медсестры. Далее, ладно, артериальное давление, бог с ним. Вот есть такая фраза, это видео, собственно, ради нее и снимается. Есть такая методика, и здесь она так названа. Оценка вариабельности сердечного ритма. Короткая запись 5 минут. Я сейчас выделение сниму и особо выделю вот эту именно запись. Речь идет о так называемой ВСР. Так вот, господа, это настолько тупая, дурная методика, разработанная в 80-е годы прошлого века под эгидой медицины катастроф. Там космическая, там морская медицина у нас работала, космическая медицина. И вот был там такой профессор Баевский. И вот эту методику разработал. Вариабельность сердечного ритма. Она тупая, дурная и вообще не рабочая, эта методика. Заниматься ей должен в лучшем случае врач-кардиолог. Ну, по сути говоря, тут продолжение логика есть, конечно, в приказе. То есть измеряем, простите, измеряем артериальное давление и меряем вариабельность сердечного ритма. Это вот методика молодая, новая. То есть я повторюсь еще раз, в 80-е годы она возникла под эгидой и автором ее, некто профессор Баевский. Она тупая, 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 неработающая, неработающая, неработающая методика. Абсолютно. Если заниматься, то в рамках какого-то научно-исследовательского института доводить ее до ума. И может быть это потребует времени, по моим так прикидкам шутливым. Около 10-15-20 лет, когда эта методика может что-то показывать, что-то оценивать и так далее. Есть, конечно, и сейчас, и в 2000-х годах были энтузиасты, которые в одиночку, я знаю таких людей лично, работали над этой методикой, пытались ее внедрить. То есть, они изучали ее с точки зрения науки, писали там кандидатские диссертации, докторские диссертации. Так вот, поверьте мне, эта методика до сих пор остается на уровне некого научно-исследовательского инструмента, который надо дорабатывать, анализировать, проводить статистические какие-то замерения. Но отнюдь не запускать ее вот в этом приказе, по которому должна работать вся Россия. Значит, сидит начмед или начальник какого-нибудь медицинского центра. Вот у него задача провести медосмотр рядом находящегося предприятия. Понятно, там он проходит у нас, допустим, ММПИ, ПЗМР, СЗМР, проходит методики рабочие, ему уже 100 лет в обед. И вот у него стоит задача, он чешет себе макушку и говорит, вот надо, ладно, терапевт у нас померяет артериальное давление, любая медсестра, фельдшер может это сделать и занести результаты в журнал. А что мне делать с уверябельностью сердечного ритма? Я о ней не знаю об этой методике. Меня ей не учили, я вообще о ней ничего не знаю. Скажу вам правду, кардиологи, врачи-кардиологи тоже не знают этой методики. Родилась она в недрах психозеологии, эта методика. Потом ее подхватили врачи. Эти же самые три человека, которые и протолкнули у Мишустина, вот этот самый приказ 749. Один в один, три человека этот приказ создали, и три человека вот носятся с этой методикой уже 20, 30, 40 лет носятся с этой методикой, которая по моим представлениям, я ее видел, я ее использовал, долгое время использовал в лаборатории. Ни один год, ни два, ни три, ни пять, десять лет мы использовали эту методику. Она себя не оправдывает, она не рабочая, это вообще бред собачий. Теория, заложенная прогрессором Баевского, может быть и имела какую-то под собой здравую основу. На настоящий момент она осталась на том же самом уровне. Она ничего не диагностирует. Глупость полнейшая. Бред полнейший. Тупая методика в реальность сердечного ритма. Вот ее придумали, защитились на ней там определенные люди, я их пофамильно знаю, кандидатские защитили, докторские защитили по этой ВСР. А методика не может, она до сих пор вообще ничего не исследует. Это глупость полнейшая. То есть она не доведена до ума, непонятно, что она исследует, как она исследует. Почитайте в интернете, найдете массу статей. В основном там несколько, один-два энтузиаста до сих пор ее пытаются как-то исследовать. Но и то они уже, по-моему, забыли давно про эту методику. Еще, может быть, лет пять назад это было для них актуально. А сейчас вообще, по-моему, никто и не занимается. И тут бац! Значит, в 749-м молодые люди вдруг, о, красиво звучит, не разобравшись, не поняв, что такое ВСР. Эти молодые люди включают это в приказ 749. Три мальчика, студентика. Соответственно, старички в Минздраве, которые все это лоббировали, видят знакомые словосочетания ВСР по вариабельно-сердечному ритму. Значит, профессор Баевский. Знаем, знаем, все. Никаких вопросов не возникает. И подписывают все это у Мишустина. Вот такая история, ребята. Вот такая история. Я не знаю, что предпримет в этом случае. Какой-нибудь начальник медицинского центра или там ЦМСЧ. Где-либо еще. Я погуглил в интернете. Сейчас одна или две каких-то фирмы, мутных, на мой взгляд. Не больше двух я нашел. Они что-то подобное, какие-то аппаратные комплексы по поводу ВСР выпускают. У меня таких комплексов было раз, два, три. У меня таких комплексов было три в моей лаборатории. Это бред собачий, полнейший бред. Это вариабельно-сердечный ритм. Ну вот выпускают люди. То есть что-то делают. Я не вдавался в подробности. Я просто нашел два сайта, на которых звучало о том, что вот у них есть аппараты, замеряющие вариабельно-сердечный ритм. Поэтому вперед и с песней, с флагами и шашками наголо. Ищите, найдете, ищите да обрящите. Как в одной известной книжке написано. ВСР это нечто. Как вы будете это все проводить, господа, я не знаю. Само по себе методика бред. Абсолютный бред. У меня слов просто нет. И еще ее надо использовать для не одного десятка человек на вашем предприятии. И при предсменном контроле, и при периодическом контроле. То есть как вам минимум надо два таких аппарата где-то купить у кого-то. И причем не факт, как и что они будут считать. Там теория-то не очень простая у этого Баевского. Я в свое время внимательно и пристально ее изучал. И теорию, и практику изучал. И понял, что это собачий бред. И использовать ее нельзя. Если бы там в институте где-то там можно ее использовать для исследовательских целей. Это еще куда не шло. Чтобы там какая-нибудь лаборатория исследовательская работала. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 человек. Но отнюдь это не распространять на всю Россию. И заносить эту методику в приказ Минздрава 749. Работайте, товарищи. Головой в силу каких-либо причин. Маразм или еще чего-то. Похоже там вообще никто не думает. Минздраве Российской Федерации. И вот этот пример с ВСР. Вариабельность сердечного ритма. Яркое тому подтверждение. На этом все. Благодарю вас за внимание. И удачи вам. Благодарю вас за внимание.